Генпрокуратура Российской Федерации выступила за разработку критериев немотивированной агрессии убраячих собак, согласно которым после стерилизации некоторых животных нельзя будет возвращать на улицы. Об этом не так давно сообщил сразу ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники в ведомстве. На первый взгляд, идея здравая, принятие оперативных мер в отношении животного без определения таких критериев невозможно. Однако некоторые эксперты данное предложение восприняли с изрядной долей скепсиса. Почему разбирался наш корреспондент. Неопределение единых критериев немотивированной агрессии безнадзорных животных, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации вакцинации, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Поводом для возможных нововведений послужили участившиеся в последнее время сообщения из разных регионов страны о случаях нападения собак на людей. Определенные опасения вызывает и ситуация с бродячими собаками в Тверской области. Известный в регионе зоозащитник депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев проблемой безнадзорных животных занимается достаточно давно. И с инициативой вводить так называемые критерии немотивированной агрессии не совсем согласен. В подходах к решению известной проблемы, которую вы озвучили, у нас преобладает форма над содержанием. Дело в том, что вообще говорить о вопросе немотивированной агрессии, я не знаю, с точки зрения даже филолога, это как-то странно, потому что любая агрессия, она чем-то мотивирована. Даже если животное имеет какое-то психическое заболевание, то в любом случае тогда эта агрессия мотивирована этим заболеванием. Или если животное, мы знаем, что есть несколько видов агрессии, связанные с половыми особенностями, гон у животных, период размножения. Или там борьба за пищевые площадки, или борьба за охрану потомства, или у животного детерминирован признак агрессии, это сторожевая собака. Введение дополнительное, а в чем-то даже избыточной, отягощающей классификации, уверен Дмитрий Денчаев, серьезно делу не поможет. Зоозащитник настаивает. Сегодня в нашей стране уже есть 498-й федеральный закон, в котором черным по белому обозначены все ключевые вопросы, касающиеся работы с безнадзорными животными. И главная проблема в том, что реализация положений ФСЗ буксует практически во всех регионах страны, и в том числе в Тверской области. Один из главных пунктов, это 18-я статья, 498-го знакомого пункта 1, гласит о том, что отловленные животные должны помещаться в приюты. Если приюты, а мы знаем, что у нас 75% примерно приютов вообще не построено в России, дальше этот документ можно не читать, он невыполним. Потому что именно в приюте должна происходить вот эта дифференциация на агрессивных, не агрессивных. Именно в приюте должна производиться вакцинация животных, именно в приюте должно проводиться их лечение. Однако пока даже уже построенный приют, возведенный в том числе по инициативе и силами депутата Дмитрия Нечаева, в Твери до сих пор не открыт. И когда это случится, большой вопрос. Между тем, именно приюты для безнадзорных животных, считают неравнодушные горожане, могли бы позволить уже начать решать вопрос с бездомными собаками и кошками. Это показал экспресс-опрос, проведенный нашим телеканалом. Проблема бездомных животных, бездомных собак актуальна для нашего региона? Если да, какие выходы вы лично, как гражданин, горожан, видите? Я думаю, что актуальна для любого региона нашей страны. Я считаю, больше питомников, приютов хотя бы. Какая-нибудь стерилизация. Но я против отстрела животных. Потому что животные не виноваты, что хозяева такие безответственные. Мы часто слышим, что там покусали кого-то, здесь покусали, страдают дети в основном. Поэтому, наверное, нужно отлавливать, какие-то приюты сдавать, соответственно. Я думаю, приют надо открыть. Бездомных собак, мне кажется, надо... Люди больше выкидывают на улицу. Приюты развивать у нас для собак. Ну и щенков брать в себе, если есть возможность, конечно. Собак, этих, которые болтаются, бродячие, их надо приют, если которых не возьмут, уничтожать. Так, по-русски. У нас же есть финансирование на это все. Надо их, как сказать, собак тоже спасти, стерилизовать. Потом дома какие-то создать для собак. Приюты. Приюты, да. А у нас же все приюты нищие. Если завели, лучше оставлять у себя. Мы в ответе за тех, кого приучили. Словом, если горожане и зоозащитники кажутся едины в своем мнении, то вот в высоких кабинетах, кажется, пока согласия до сих пор нет. Построенные на бюджетные средства приют до сих пор не открыты. Когда будут возводиться новые, непонятно. Тогда как на нынешний год в нашем регионе запланировано создание целой сети приютов для безнадзорных животных. Разработана даже целая концепция работы с безнадзорными животными, которая должна включать в себя целый комплекс процедур. Однако пока вся эта работа изложена лишь на бумаге. И когда решение наболевшей проблемы перейдет в практическую плоскость, вопрос открытый. Субтитры создавал DimaTorzok